Решаем задачу из интервью в Озон. Имеется некоторый фавит символов и известна хэш функция. Надо написать функцию decode, которая получит значение хэша и восстановит пароль по этому хэшу. Известно, что пароль состоит только из символов из данного фавита. Так, напишем чай конструктор, он принимает алфавит, набор символов и функция, хэш функция известна, которая делает из стринга стрингу хэш функция. Так, хэш функцию сохраним внутри класса. А алфавит преобразуем в строку и тоже сохраним. Назовем это тоже алфавитом. ViewStringField Так, пишем функцию decode public, в которую передается пасворд хэш. Действовать будем как? Есть алфавит. Исковый пароль состоит только из этих символов. В принципе, можно интерпретировать это как некоторое число в системе члений с основанием равным длине алфавита. Алфавит же содержит уникальные символы по сути. Поэтому решать можем как. Значит, заведем некоторое число и будем перебирать все значения. То есть тут вечный цикл. В конце будет number++. Будем переводить это число в строку. После чего выбрать от него хэш. Хэш функция. Аплай. Пасворд. Так. Это будет хэш. И потом будем проверять. Если хэш район, пасворд хэш, тогда будем возвращать этот пароль. Return password. То есть каркас действует такой. String utils применим equals hash и пасворд хэш. Так, они кода. Создадим метод, который будет по числу делать его хэш. Так, тут result. Ну, в принципе, algorithm известен. Берем number, пока он больше нуля. И делим его. Делим. Делим. Берем остаток отделения от него на длину алфавита. Так. Это будет некоторое и. Надо взять. Так. Здесь, в принципе. Это. позитивно. Так. Result. Пасворд хэш. И потом надо намбер. поделить на длину это был остаток отделения а здесь уже просто делим и так постепенно номер будет загорать пока не станет 0 так закончим энкодинг напишем test и на энкод тоже create test так setup надо метод надо приготовить здесь впереди алфавит и хэш функшен так алфавит это некоторый набор черекторов тут не буду оригинальным напишу хотел написать путин но напишу не путин так так хэш функцию хэш функцию можно придумать так create s так берем входную строку преобразовав массив черекторов так ну например сделаем что-то вроде импровизированного хэша будем идти по этому массив черекторов int и равно и меньше чарс length так и что будем делать проведем переменную result так алфавит переведем в строку и будем брать случайным образом так в строке соответствующей алфавиту находим индекс конкретного элемента очередного это индекс и делаем result равен какое-то например число возьмем простое число result плюс индекс ну что-то такое и возвращаем этот result завернутый в строку так такая хэш функция так так сейчас напишем тесты для энкода пасху бредфорс энкоды то есть например число 1 ну что он должен кодироваться так кодироваться в какую-то строку так кстати узнаем сейчас в какую-то кодируется в у строку кстати тут они тут должны быть расположены а здесь еще раз так так единица кодируется в у маслфавит п у то есть это 0 1 2 и так далее то есть смысл такой пункт у нас ассоциироваться с 0 1 2 3 4 поэтому единица это так 0 1 ну окей напишем еще несколько штук 1 2 например тут так а вот так давай как будет у нас тогда по пу по идее давай а ну да это не двоичная система не двоичная так окей пока пусть так декода декода паспорт 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 п что мы делаем так я беру хеш функцию кстати она должна быть известна тут или нету тут надо вынести и хеш функция чтобы не лазить в класс и унискать так так function apply password hash сердцет так делаю так декоды по хешу тут должен быть хеш а паспорт так типа того так бесконечный цикл опасно так вот так 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 декода передали хэш равна единица еще раз так тут все правильно так 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 пароль по большое заходим индекс 0 окей и в итоге резал 0 хэш равен нулю это плохо надо сделать чтобы он был не равен нулю то есть добавим тут хотя бы единицу потому что в случае например пароля ppp все будет 0 и непрерывно и хэш все равно будет нулю то есть хэш пароля p и pp будет один тот же сейчас еще раз проверим так подправили нашу хэш функцию так резал таден пускаем так может уже хэш равен единица так двойки паспорт так так бесконечно будет то есть не нашел пропустил так что-то еще может быть так надо еще проверить энкоды энкоды например 7 может он вылез н.о. так все мы с вами члене 5 так н.о. так н.о. равно 0,1 0,1 2 5 0,1 0,2 То есть это 2 умножить на 5 в первый, 5 в нулевой, 1 умножить. Ну да, это 2 плюс 5, 7. Так, она в квадрате работает. Так, она пока оставим в покое. Так, все еще насчет порядка NU. 2, 1. Да, разряды, правильный порядок. Так, что здесь. Так. 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 пасфорти U номер один а, номер один а мы тут начинаем с единицы вот отсюда уйдем так, еще один так, есть предположение, если тут вву ну, прошел тест ага, а вот с P не работает сейчас попробуем U, N да, а P не работает так так декоды а Q так Q H N 3 так так а декор 0 Так, чтобы разрешить эту проблему, добавим в алфавит слева, там где, получается, самая первая цифра соответствует нулю в нашей системе координат. Добавим еще одну, еще один черректор, так, назовем его zero-черректор. Так, createConstant и сюда добавим Черректор, которого, скорее, точно не будет в алфавите, например, вот такой черректор. Так, тогда, соответственно, тут вот надо добавить тогда и password не содержит zero-черректор. Потому что, если мы декодировали, он содержит, то это не подходящий для нас в случае. Вернем единичку. Сейчас еще раз попробуем. Сейчас хорошо. Так, значит, еще надо, кроме этих определенных паролей, надо сделать тест с некоторой рандомизацией на всякий случай. Так, the code, randomized. Так, randomized. Заведем int times, сколько раз. И столько раз. Столько раз делаем что? Генерим пароль. Генерим пароль. Generate password. Так, var password. Генерим пароль. И потом используем наш метод. Куда передаем пароль. Как генерим пароль? Для этого зададим сюда. Будем использовать рандом генератор. Рандом. Создадим его. Каждый раз его создавать не надо, чтобы он действительно был рандомным. Когда вызывают next, next, int и так далее. Так, password length next int. Будет у нас пароливать длиной от 3 до 5. Заводим массив. Chars new. Chars password length. И в этот массив var int. Ой, это вообще уже. И меньше password length. На каждую позицию вставляем случайный character. И потом вернем new string chars. Здесь вставляем... Все это надо брать из алфавита. То есть берем альфавет. Берем random next int. И генерим alfabet length. Так. Тут еще граница. Наш не модифицированный алфавит без этого первого фейкового символа. Поэтому все нормально. Выражение правильное. Так. Попробуем запустить. Надо как-то трекать, что у нас там происходит, чтобы не было полной анархии. Поэтому... Пасворд. Плюс пасворд. Так. Хэш. Равно. Хэш. Чтоб чуть-чуть трекать. Смотрим здесь. Вот такие были пасворды хэша. Здесь что? Здесь вот тоже можно, при желании, проверить. Так. Еще вам дтест на... Когда передали хэш не соответствующий. То есть, пара не может быть найден. Декод. When hash contains wrongchurch. Так. Декоды. Наш хэш состоит, как мы знаем, и только из цифр. Поэтому специально сюда передадим цифры, буквы, мою смесь. Что в этом случае ждем? Ничего не ждем, потому что этот цикл никогда не закончится. Там мертвый цикл. Значит, настало время подправить. Подправить. А мы ждем там... Мы ждем там. Нол. Асерд. Нол. Так. Ну тогда, чтобы была точка, когда он говорит, ну... Надо знать, когда останавливаться. Надо ввести дополнительный параметр в декоды. Это максимальная длина пароля. Например, здесь ставим 4. Так. Тогда надо добавить здесь параметр. Mac password length. Так. Сейчас точки вызова подправить надо. Ну здесь просто здесь. Password length. Передаем. Теперь надо использовать вот здесь. То есть тут будет не просто бесконечный. А пока. Number меньше. Max number. Который надо вычислить. Так. Так. Ну и тут internal. Все не нашли. Так. Max number. Как вы вычисляем? Поскольку у нас система счисления с основанием равным длине алфавита. Так. Так. В принципе. Здесь должно быть. Пов. Max. Амав. Пов. Ммм. Длина алфавита. Степени. Max password length. Так. Что-то мне нравится. Типа того. Так. Идем в тесты. Пускай. 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 Угу. Так. Уже не работает. Потому что у нас появился новый character. Так. Угу. Да. Здесь P. Здесь P. А двойка теперь соответствует. 0. 1. 2. У. И здесь уже поменяется. 6. 6. Как семерку получить? 1 на 6. Плюс 1. Это будет 6 плюс 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Все правильно. Ну окей. Так, запускаем весь сет тестов. Так, все в принципе. Считаем это решением. Субтитры сделал DimaTorzok